Здравствуйте, на Рошару Максим Шевченко. После небольшого перерыва я опять вернулся, как всегда, с интересным гостем. Сегодня я взял информационно-аналитические заложники аж самого протерея Всеволода Чаплина. Человека, наверное, безмерно популярного. Человека, который с вами выступлением постоянно дает информационные поводы для нападок на вас, отец-севого, для поддержки вас. В общем, человека, который, помимо всего того, что является одним из самых известных священнослужителей Русской Православной Церкви, еще является и руководителем отдела, как называется он, социальных... Отдел по взаимоотношениям церкви и общества. Отдела по взаимоотношениям церкви и общества. Да, бывают разные, но все части общества мы любим и всех приветствуем. В общем, вы отвечаете за отношения с обществом, за разговоры общественной темы. С парламентом, за творческим процессом, с какой-то частью государственных органов, с политическими партиями, с разными общественными организациями и с другими религиями, то есть с мусульманами, буддистами и иудеями. Да. Ну вот отец сел, вот сразу попытался, мы видим, спрятаться за такую, как бы, маску, такую, очень такую каменную маску, сейчас мы ее пробьем. Отец сел, вот вы готовы к откровенному разговору? Я, на самом деле, в основном бюрократ, но сейчас есть возможность поговорить о чем-то интересном, поэтому давайте говорим. Давайте об интересном. Здесь территория откровенного разговора, здесь бывали самые разные политики, руку телефракций, государственные думы. И они тоже говорили об интересном. Мы их заставляли, отец сел. А, ну вот это другое дело. Мы пытаемся умолить вас, вас умолить буквально, говорить об интересном. Итак, первое. Отец сел, вам не кажется, что, как бы, вот присутствие церкви в последнее время в общественной политической жизни чрезмерно? Я просто закончу свою мысль. Почему я так спрашиваю? Потому что очень многие наши зрители в твиттере, в сетях пишут, куда они лезут, куда лезет патриархия, куда лезут попы, что они лезут в политику, в экономику, в общество. Вы пишете в основном боты, потому что идеи, которые выражаются в ходе вот этой так называемой... Боты, вы считаете, не настоящие люди пишут. Настоящих, может быть, среди ботов один из пятидесяти. Почему мне так кажется? Потому что аргументы почему-то приводятся все время одни и те же. Вот новых аргументов я не слышал за последнее время, кроме истерического окрика. Чего это вы опять везде? Да, чего это вы опять везде, отец сел. Вот этого аргумента я не принимаю. Если вы хотите спросить, почему это мы опять везде, объясните нам, что в этом не так. Церковь вне политики, она не хочет стать властью, она не является оппозицией, потому что оппозиция тоже хочет стать властью. Она не является властью, духовенство не участвует в деятельности политических партий, не баллотируется в парламент. И слава богу, что не участвует и не баллотируется. Но разрешили же сейчас, по-моему, архиерийский собор. Но для церкви как раз ужесточили запрет, который был. Если раньше он распространялся только на Шленове политических партий и на избрание любые органы власти, то сейчас он распространяется и на партийные должности, даже не предполагающие членства. То есть это была утка, вот не так давно говорили, что разрешили священникам участвовать в выборах. Очень жесткий запрет, который в самом лучшем случае предполагает исключение тогда, когда какая-то другая конфессия или раскол пытается использовать тот или иной выбранный орган власти против церкви. Заметьте, не политическая партия, а другая конфессия или раскол выдвигает свое духовенство в эти органы власти. К России сегодня не относится вообще вот это исключение, оно было сделано для Украины по просьбе украинцев. Так вот, если вернуться все-таки к тому, какое церковь занимает место в жизни общества, не в политическом процессе, она не лезет, она пытается занять свое естественное место. Такое же, как в Италии, такое же, как в Германии, такое же, как в Бразилии, а такое же, как во всех странах, где нет тоталитарной жесткой антиклерикальной системы. Там церкви не православные. Там в Италии, в Бразилии католическая церковь. В Греции православная, в Германии протестантская, там на юге католическая. Для любой религиозной общины, в том числе, положим, исламской или иудейской, естественно высказываться по всем аспектам жизни общества, в том числе по вопросам общественной нравственности, а в том числе по вопросам экономики, культуры, это естественно. То, к чему мы сейчас постепенно приходим, еще не полностью пришли, место церкви в жизни общества еще не выбрано, если хотите, в полной мере, не занято в полной мере. Вот мы идем к норме. А советская практика и практика 90-х годов, это было отклонение, простите, от нормы. Но какая норма? В чем норма, отец? Вы сами помянули Италию. Норма – это активное участие церкви во всех общественных процессах. Это активное высказывание церкви на все общественно значимые темы. Вот это норма. Хорошо. А попы, которые машут кодзилом в стенах храмов и никуда не высовываются, вот это положение, о котором, как бы, многие сегодня мечтают, это, извините, отклонение от нормы. И это отклонение от нормы никогда больше нормы не будет, даже если это ботом или полуботом, извините за новое слово, очень не нравится. Отец Севолод, церковь участвует в жизни общества. Высказывается Папа, высказывается Патриарх, высказывается, там, не знаю, епископ Лютеранской церкви, дают какую-то оценку. Церковь в странах христианских объединяет в своих рядах значительную часть населения, на самом деле. Ну, церковь – это не только духовенство, это люди, которые работают почти во всех областях, кроме, надеюсь, греховных, вроде, дорогой наркотиками и так далее. Хотя кающиеся грешники – это тоже люди, которые, по крайней мере, находятся на дороге к Богу и на дороге к церкви. А общество может высказываться о жизни церкви? Да, конечно. Вы разрешаете общество высказываться? Как люди других религий и неверующие, так и члены церкви, которые одновременно являются членами общества. Ведь церковь и общество – это в значительной степени одно и то же, это одни и те же люди. Поэтому, естественно, люди говорят о проблемах церкви, будучи и членами общества, и членами церкви. Где граница допустимого для публичных высказываний о внутренней жизни церкви? На самом деле границы нет. Единственная граница, которую я бы провел, все-таки исходя из норм нравственности и норм закона, это отказ от оскорбления и отключенства, то есть оскорбление почитаемых верующими вещей, будь то символы, предметы, имена и так далее. Вот кроме этого, я считаю, возможно все. И хорошо, что у нас сегодня обсуждаются вопросы церковной жизни. Плохо, когда они обсуждаются на уровне исчезни, сволочь, умри, собака, или когда они обсуждаются на уровне личных оскорблений, угроз, это все у нас сегодня присутствует. Но обсуждать их серьезно можно и нужно. Обязательно нужно. Вы знаете, после всех последних историй, люди стали в клубах и ресторанах спорить о том, что такое Евангелие, что говорил Христос и чего не говорил Христос. Споры эти были иногда примитивными, иногда там даже люди вызывали охрану. Но то, что спорят об этом, а не о шмотках, а не о тачках, мне лично очень нравится. Так было в периодах вселенских соборов, когда на рынках спорили о богословии. А если спорить не о богословии, а о том, какие часы на руке патриарха? Пожалуйста. Сколько стоит крест, например, у вас или у другого? Я не знаю, сколько стоит этот крест, я не знаю, сколько стоят эти часы, и то и другое подарок, это, кстати, подарок, по-моему, покойного патриарха Алексея. Мы как раз вчера отмечали... Сколько стоит дом? Зачем строить в Геленджике дом патриарха новый? Зачем там другие какие-то вещи? Потому что всегда в христианской традиции, в европейской христианской традиции украшение храма, украшение резиденции епископа было нормой. И часто резиденции епископов во всех европейских городах, включая Киев, включая Новгород, включая и Москву, были более скромными, чем резиденции царей и князей, но они всегда верующими людьми по порыву их сердца украшались достойно. А храмы украшались лучше, чем резиденции царей и князей. И это вообще норма для всей христианской культуры Европы и мира. Храм – это должно быть лучшее место в городе, оно должно быть украшено максимально дорого. Иногда, конечно, было безвкусице, это плохо. Иногда, конечно, храмы украшались алиповаты, и это плохо. Но вообще любой верующий человек хочет принести самое дорогое для украшения храма, для украшения резиденции епископа, облачения епископа, облачения любимого священника. Вот священник и епископ не должны ко всему этому прикипать. Они должны вести себя с достоинством и с друзьями, и с врагами, особенно с врагами, да, чтобы не было искушения унизить церковь. Но они должны быть готовы в любой момент уйти в монастырь простым монахом, оставить это все имущество. Оно не переходит, естественно. А наследникам это имущество церковь, оно переходит в приемник. Стал новый человек патриархом или митрополитом, и он будет находиться в этом благолепном здании. Ушел он с этой должности, ушел на покой. И это все он оставил. И это примерно такой же, если хотите, подвиг, как подвиг человека, работающего в банке, между большими стопками разных денег и драгоценных предметов, и умеющим от всего этого как-то абстрагироваться. Вот точно так же не прикипаясь к этим вещам, это особая задача и для епископа, и для некоторых священников, если они в больших, богатых приходах служат. Но все равно, отец, образ патриарха в одеянии, украшенном драгоценными камнями, шитым золотом, разъезжающем на роскошной машине с этим зеленым штандартом, входящем в систему, он же фактически частное лицо, глава общественной организации под названием Русско-Православная Церковь, но он входит в лицо, в число особо охраняемых государством лиц. Образ епископа, который тоже вот выходит, ведь эти образы транслируются, транслируются к светским, либеральным, знаешь, критическим сообществам. Они же говорят, почему эти люди одеты в золото, в камни? Такова наша традиция, епископ в церкви – это образ царствующего Христа. Почитайте, апокалипсис, там Христос описан как царь в драгоценных одеждах, в драгоценных камнях. Епископ – это образ царствующего Христа. Вообще, храм – это образ Царствия Небесного, это образ иного общества, которое будет после конца света, может, о конце света сегодня тоже поговорим. Это образ Царствия Небесного, в котором, кстати, нет плюрализма, там одна истина, в котором есть иерархия, там один центр власти – это Бог. Это образ общества, в который вовсе не каждый может войти, кто-то войдет в него, а кто-то останется за его пределами. Об этом очень ясно говорит Христос Евангелий. Вот все эти идеи апокатастасиса, всеобщего спасения, все прощения и безразличие Бога к совершаемому греху – это не христианские идеи. Наша либеральная, квази-либеральная, квази-образованная, квази-интеллигенция, скажем так, почему-то ставит знак равенства между христианством и идеей безразличия Бога к тому, что делает человек, а именно безразличие только и может быть основанием для все прощения, для того, чтобы Бог не наказывал грех, не пытался побудить человека исправить грех, не пытался побудить и человека, и мир измениться. Вот все это безразличие Бога к греху, примиренчество его с грехом, которого на самом деле нет. Это не христианство, это антихристианство. Вот нас путает определенная часть нашей квази-либеральной, квази-интеллигенции, а на самом деле после тусовки путает Христа и антихриста. И этим людям об этом нужно в очередной раз, по-моему, сказать. Скажите, вы отказываетесь этой квази-либеральной? Им это слушать очень неприятно. Они сразу начинают кричать, как же так, а что же я? А как я буду жить со своими грехами? Ты не будешь жить со своими грехами в Царстве Небесном, в Царстве Божьем, если не откажешься от них? Вот такой очень простой ответ. Отец, вот это вот квази-либеральные, квази-интеллигенции, которые вы сейчас мечите, молнии и так далее, многие из них говорят про себя. Я их люблю, я их люблю. Громы и молнии мечите. Я их всегда жду. Вы их любите. Господь, как известно, сжигал Содом и Гоморру, тоже любя. Они, кстати, приходят в большом количестве. Да, да, да. Вот, они говорят, мы же верующие, мы же верующие, мы же христиане. Вот все это лето, они говорят, мы православные, многие из них говорят, мы православные. Прочитайте Евангелие и увидите. Нам не нравится, говорят, Московская Патриархия, нам не нравится эта церковь, как они выражаются. Прочитайте Евангелие, дорогие друзья, и увидите, что на самом деле вы верите в Бога, которого нет, в Бога, которого вы себе сами выдумали. Если вы не понимаете, что Господь не применяется с грехом, что Он стремится очистить и человека, и общества от греха, мы, конечно, можем говорить о квазилиберальной, квазиинтеллигенции как о едином каком-то сообществе, сообществе разных людей, и слава Богу, очень многие люди, как я уже сказал, из этого сообщества являются моими друзьями, приходят ко мне в храм, мы общаемся, кто-то участвует в богослужениях, кто-то просто приходит поговорить, и я этому очень рад. Но есть определенная прослойка у людей, которые пытаются смешать, как говорит народная поговорка грех со спасением, то есть не отказаться от неправильных убеждений, от неправильных взглядов на Бога и от собственных грехов, и в то же время каким-то образом еще себя при этом считать христианами. Не получается, господа, не можете работать двум господам, Богу и миру. Под миром здесь понимается то плохое, злое, что есть в мире. Мещанство, обывательские псевдоидеалы, вот это соглашательство с грехом, сначала с мелким, потом с большим, это центральные вопросы общественной дискуссии. Хотя кто-то может сказать, что самое главное в этой дискуссии это экономика, или политический строй, да ничего подобного. Будущее страны, как и будущее человека, определяется не экономикой, хоть нам и вдалбливали это все и в советское время, и в раннее постсоветское время, и до сих пор пытаются вдалбливать. Будущее, вообще жизнь, как таковая, определяется не экономикой, не деньгами, она определяется идеями и верой. И то, что мы сегодня спорим, в том числе в интернете, об идеях и о вере, а не о процентных ставках и не о том, как на один процент увеличить БВП, это хорошо, даже если эти споры иногда бывают глупыми и злыми. А дядя Сеулат, ну вот мы, допустим, спорим об идеях, о вере, но люди спрашивают, как совместить, вот вы говорите, Христос, Евангелие, Библия, ценности. Люди говорят, да-да, мы все это знаем, читаем, слышим, но мы видим живую повседневную жизнь. Мы видим, какая в церкви существует разница между монахами, живущими постом, молитвой, не имеющими имущества, и между отдельными, там, не знаю, а не так уж и редко встречающимися, священниками, которых мы видим, разъезжающими на шикарных дорогих автомобилях, как этот вот священнослужитель из храма Ильи Пророка на спорткаре БМВ, помните, была эта тема, да, возникла там в конце лета. Мы видим, что есть как бы на самом деле, как писал Пелевин, солидный Господь для солидных Господ. Церковь внутри себя тоже имеет социально-классовое расслоение, есть часть духовенства, которая обслуживает, так сказать, элиту, вот со всеми ее прибамбасами, там, не знаю, золотыми перснями, а есть часть духовенства, которая с народом. Так, что ли, получается? Есть определенное естественное расслоение, естественно, приход в центре большого города, особенно на окраине большого города, где мало храмов, и где храмы обычно бывают очень богатыми. Это одна реальность, и храм в деревне, где осталось 20 бабушек, это другая реальность, потому что у нас на самом деле в стране есть такое расслоение. Есть расслоение между приходами богатыми и бедными. Это плохо, потому что богатые приходы должны помогать бедным, они обычно и помогают, но не в достаточной степени. Есть особое, как я уже сказал, служение в церкви, служение епископа. Он должен иметь определенные знаки внешнего достоинства. Такова христианская традиция многовековая, освященная именами многих святых, от первых киевских митрополитов, от византийских митрополитов до патриарха Тихона, который жил в ужасных условиях, условиях гонений, но не терял собственного достоинства. Вот, между прочим, патриарх Сергий, который жил в эвакуации чуть ли не в избе, он все равно пытался поддерживать должное достоинство епископа. Я помню архиепископа Калужского Никона, который жил действительно в избе и служил... В советское время. Да, в советское время, в 80-е годы, в начале 80-х годов, церковь была унижена до последнего. И тем не менее, в рамках этой избы у него было некое подобие епископского двора, потому что так, собственно, и было положено. Патриарх Алексий Первый был человеком, у которого все в быту, очень скромном быту, было налажено так, как не было налажено в Сталинском дворе. Сталин проигрывал, потому что он обладал огромными богатствами, он обладал огромными помещениями, зданиями. Сталин жил очень астетичными. Да, но он устраивал пиры определенные, он устраивал определенные приемы. Так вот, настоящее достоинство, оставшееся от революционного времени, было не у Сталина со всем великолепием, а у Патриарх Алексея Первого, который знал, как в очень скромных условиях устроить приемы или устроить какое-то торжественное мероприятие, вот так, как надо, а не так, как было положено в советское время, с его очень обрезанными, урезанными представлениями о настоящем этикете, о настоящем протоколе. Вот это все, так сказать, о хорошем, а теперь о плохом. Вот плохо, что у нас действительно в церкви появляется расслоение в рамках одного города на элитные и неэлитные приходы элитных и неэлитных батюшек. Вот это очень плохо. Из-за этого церковь очень много потеряла в тех же 18 и 19 веках, когда появились отдельные приходы для дворян, отдельные приходы, отдельные храмы для царской фамилии, для высшего слоя общества, отдельные храмы усадебные и храмы для простого народа. Вот это очень плохо. Если мы к этому придем, у нас будут в будущем крайне серьезные духовные проблемы, не социальные, а внутренние духовные проблемы у тех людей, которые предпочитают элиту народу в церкви. У нас все-таки, слава богу, еще в Москве в храмах молятся одновременно, вот у нас в храме, где я служу, молятся одновременно. Вице-премьеры и бомжи, люди очень богатые. У вас где-то в районе Белого дома храма. Да, на Пресне. Поэтому и так намекнули на вице-премьеров. Люди из списка Форбс. А какие вице-премьеры и люди из списка Форбс у вас? Это же не тайна. Ну что, это тайна? Когда они молятся, подъезды перекрывают. Вот у вас, допустим, вот приехал вице-премьер к вам. ФСО перекрывает вход в храм? Любой человек может войти в храм, или любой человек может подъехать. Прямо охраняемые фигуры, и любой человек может войти. Абсолютно точно, всегда может войти. А что же охрана делает тем временем, по входе там молится? Она обычно как-то очень скромно себя ведет, слава Богу. А между прочим, если говорить о вице-премьерах, именно, ни один из них с собой охранника в храм не завел. Персоны из списка Форбс один раз, может быть, пришли с охранником, охранник стоял около входа. А вице-премьеры приходили без всякой охраны. Но, в то же самое время, в этом же храме молятся люди, у которых просто нет следствия для пропитания. Это инвалиды, иногда психические больные инвалиды. И они что-то делают в храме, что-то молят, что-то чистят. И мы, так сказать, их за это кормим. И они всегда находятся в храме. Есть в храме простые бабушки, есть огромное количество семей с детьми. Я не хвалюсь, так получилось, собственно, и до меня. Но, вот, собственно, в храме всегда должно быть так. Он должен быть открыт для всех. У нас сейчас происходит очень опасная вещь. Появляются домовые храмы где-нибудь, на Рублевке, где человек может участвовать в богослужении так, чтобы никто этого не видел. Ну, а человек, что не имеет права на своей земле построить храм с другой стороны. Но и так, чтобы ни с кем не смешиваться, чтобы он был в этом храме один. А это плохо, потому что церковь, экклесия, это всегда община. Ну, смотрите, вот, допустим, у меня есть дачный участок, да? Почему я не могу на своем дачном участке построить часовню или храм? Можете молиться дома, можете молиться в собственной часовне, но если вы не понимаете, что такое церковная община, вы это понимаете, слава Богу. Если кто-то не понимает, что такое общая молитва... Поэтому, собственно, смысл церковной жизни для этого, она для разных людей, она разных людей объединяет, она делает их чем-то большим, чем набор индивидуумов. Вот когда человек свою молитву прячет, это, может быть, неплохо, но когда он прячется от того, чтобы во время молитвы общаться с другими людьми, типа, никто мне не нужен, а вот это плохо. И то, что у нас действительно появляются храмы для избранных и храмы для просветцов, для быдла, для анчоусов и так далее, вот, это не дай Бог, это да, это не дай Бог, чтобы у нас произошло. Вот этого я очень не хочу. Пока есть такая опасность. Вы любите монастыри? Да, конечно. Вы бываете в монастырях? Сейчас редко, потому что действительно редко получается хоть куда-то выезжать, кроме как по делу. Можно личный вопрос? Но по делу тоже, собственно говоря, по делу, правда, бывает. Возможность иногда останавливаться в монастырях. Личный вопрос. У вас есть духовник? Есть, но исповедоваться приходится в основном у тех штатных духовников, которые есть в московской партии, потому что духовник, мы тоже человек очень занятый. У вас духовник монах? Да. В монастыре живет? Нет. Это епископ. Скажите, каждый человек обязан иметь духовника? По крайней мере, так начнем с священника. В общем, это желательно, конечно. В общем, это желательно. Но я знаю, на самом деле, христиан, которые очень достойно жили христианской жизнью, при этом не исповедуясь, по крайней мере, там, каждый месяц или каждые несколько месяцев у одного и того же духовника. Исповедуясь иногда у разных священников. Скажите, пожалуйста, как часто вы исповедуетесь? Ну, несколько раз в год. Вы исповедуетесь, когда надо, вот условно говоря, или когда у вас есть... Бывало у вас какое-то движение души? Как придется, когда время есть. Нет, ну вот скажите, это очень серьезный вопрос. Ну, в общем... Бывало такое, что вот вы что-то такое сделали, и вам внутренне необходимо исповедоваться? Да нет, все-таки жду, когда предоставится возможность, и тогда исповедуюсь. Скажите, а вот... Спонтанных таких вот действий. Церковная жизнь, она страна. Спонтанных действий. Ну, пару раз в жизни у меня вот такие были, спонтанные действия. Это было достаточно давно. А сейчас все-таки стараюсь уделять какое-то уже обдуманное время для обдуманной исповеди. Церковная жизнь, она такая, все-таки, знаете, нервная, экзальтированная, возвышенная или размеренная по календарю, спокойная от службы к службе? Это важный вопрос для многих людей, поверьте. Я, может быть, очень толстокожий человек стал, но, может быть, и всегда был. Но вот у меня почему-то в жизни получается так. Будучи бюрократом, будучи переговорщиком с государством по разным сложным темам, я очень часто нахожусь в состоянии перманентной рабочей истерики. Нужно все время что-то писать, с кем-то встречаться, вести какие-то сложные разговоры иногда на повышенных тонах, успевать какие-то дела делать и по ночам, и рано утром. Но почему-то вот все это не достает до моего сердца и, как кажется, моей головы. Я вообще внутренне очень спокойный человек. Хотя, как вы знаете, вы меня знаете давно, я могу и поспорить, и подискутировать, и посмеяться, и повеселиться, обсудить какие-то такие темы легкие, обсудить анекдоты последние. И вроде бы жизнь вообще наша такая очень эмоциональная, и в том числе церковная жизнь. А уж тем более церковная жизнь. Но вот это, отец, вот это не противоречит священническому, священнической деятельности? Но слушайте, вот... Действительность, легкость отношения к жизни. Да у меня нет легкости отношения к жизни. Я знаю, что у вас нет. Но просто люди, которые вас плохо знают со стороны, видят вас как человека светского, как человека способного пошутить, на самом деле. Пошутить, причем иногда как бы, ну, абсолютно светски пошутить. У вас нет внутреннего противоречия. Я не вижу в этом греха, потому что на самом деле, посмотрите, даже святые, даже самые строгие отшельники были неугремыми людьми. Очень часто они любили и шутку достойную, конечно, не оскорбительную, не хамскую. Так вот, вы знаете, нервотрепки и все вот эти вот информационные лабуды в мире очень много, в окружающей мире очень много. Я читаю в день, ну, целую книгу из всяких информационных материалов от 50 до 100 плотных вордовских страниц. И вообще очень много всякой истерики в жизни. Не доходит это почему-то до моего сердца и моего ума. Вот эта истерика меня не убивает внутренне. Может быть, я просто, как я уже сказал, тот такой же человек. По крайней мере, духовный за слуги своей в этом я не вижу. Но вы служите каждую неделю обязательно. Ну, вот как-то получилось так. Сколько раз в неделю вы служите литургию? Ну, обычно один или два. Один-два в неделю? Один или два, да. Вот я сейчас посчитал, за год я либо сам служил, либо служил в Святейшем Патриархе каким-то еще людям. Около 110, по-моему, раз в этом году. Ну, естественно, стараюсь как можно начаще служить в том храме, где я должен служить, в храме святителя Николая на Трех Горах. Но часто приходится служить и в командировках. И видел, конечно, много разных церковных общин, много разных храмов. Но не служить священник не может. Я видел священников, которые по тем или иным причинам отходили от богослужений и служили там, не знаю, 10-20 раз в год. Это всегда отражалось на их духовном состоянии, на здравомыслии, на отношениях с Богом. — Тетя Силовна, вы читали книгу Василия Розанова «Люди лунного света»? — Частями. — Частями. Ну, погоди, вы понимаете, о чем идет речь. А Василия Розанова... — Если я правильно помню о гомосексуалистах или нет? — Нет, не совсем. Она идет о так называемой лунной и солнечной природе. Лунная, как он называет, более женской природы. И Василий Розанов обращает внимание, уж правильно, неправильно, по этому поводу ведется дискуссия. Но мы сами видим, как священнослужители, многие, ходя вот в одеждах, которые внешне не являются привычной для нас мужской одеждой, мы видим... Не хочу просто... Я тут осторожно выбираю выражение, чтобы не кинуть камень и не задеть кого-то, но мы видим, обабиваются люди, вот так скажу, обабившихся священнослужителей, которые говорят такими иными голосами, ведут себя по-другому. Скажите, вот не кажется вам, что есть какая-то неестественность, какая-то ненатуральность в современном мире и использовать специальную одежду, да, какой-то специальный антураж, для того, чтобы проповедовать то, что неизменно, и то, что не зависит от времени, от эпохи, и даже от политического строя. Слово Бога. Ну, вот, знаете, очень интересный вопрос. Собственно, это вопрос соотношений древних христианских традиций и разного рода христианских общин, которые все упростили, да, там священник и епископ ходят в пиджаках и рубашках, иногда особого покроют. У католики тоже такое. Да, в обычных есть некоторая разница. Вот такая белая, вот эта, заметьте, белая, так белая, вот такая, что еще говорят ничего. Да, но все-таки богослужебное облачение особое, да, это особая одежда. У протестантов очень часто нет никакой богослужебной особой одежды. Храмы или то, что когда-то щищи-щищи-телосхрам, храмам это место такой релаксации, ни к чему не обязывающей. Давайте сейчас о православных, не о протестантах. Да, так вот, я, я, это все к чему? Ну, на самом деле реальность богослужения и реальность людей, которые посвятили себя служению Богу, это немножко отделенная от мира реальность. И это, в общем, не случайно подчеркивается. И не случайно храм не похож на клуб, и не случайно одежда священника – это особая одежда, уж тем более богослужебная одежда, это совершенно особая одежда. Вот когда те или иные христианские общины пошли по пути, слияния с окружающей реальностью, в которой главное, не Бог, а главное, там, деньги, или обывательская жизнь, или еще что-то, они потеряли себя. Именно потому, что мы не хотим потерять себя, именно потому, что мы понимаем, что вот эта слившаяся с окружающей реальностью церковь, или бывшая церковь, это больше не церковь, и она мало кому интересна. Мы настаиваем на том, что и место для общения с Богом, и люди, посвящившие себя служению Богу, и вообще то, что касается присутствия Бога в мире, это особое отделенное пространство, с особыми... Но вот обязательно носить такой вот... Я считаю, что да. Вот это, скажите всем зрителям, как это называется? Это называется подрясник, да? Нет, это называется ряса, подняющий подрясник. Подрясник. Обязательно носить так? Вы носите светскую одежду. Иногда, да, если я перемещаюсь в общественном транспорте, или если где-нибудь так вот, я просто общаюсь с друзьями, без того, чтобы... Ну вот скажите, вот вы не могли прийти, допустим, сюда, там, не знаю, в джинсах, в рубашке... Думаю, что нет. И, условно говоря, с крестом. Это неправильно было. Я почти не ношу джинсы, иногда ношу их за городом. Ну хорошо, в брюках там, не знаю, что-то еще. В брюках, в рубашке, иногда в галстуке, иногда в пиджаке. И я могу прийти на концерт, я могу прийти, если меня кто-то позвал там в какой-нибудь ресторан или клуб, я могу прийти... Я могу проехать в метро, но я считаю, что во всех случаях, когда имеет место не частная жизнь, а в присутствии священника, как священнику, он должен быть в священнической одежде. Отец, вам не кажется, что молодое поколение современное зачастую смотрит, может быть, даже сейчас на нашу беседу? Не все. Я и вы, и я, мы знаем из молодого поколения людей обоего пола, как говорится, да, как говорят, церкви, которые являются верующими людьми, которые посвятили жизнь им церкви, может быть, даже не нарочито так, живя такой вот, как бы, православной жизнью, но вот живя даже светски, но вот человек отвечает, прямо глядя в глаза, я православный христианин, или там, я православная христианка. И поэтому, вот, как бы, строят свою семейную жизнь, личную жизнь с определенными какими-то, по определенным правилам. Но такое ощущение, что их очень мало, чем часто попрекают вот эти, как вы сказали, как вы сказали, псевдо, кто там, ну, в общем, вот эти вот псевдо... Квазилиберальную, квазиинтеллигентскую, квази... Квази... А квази... Человеческую, если говорить о ботах, квазитусов. Большинство людей смотрит, молодых, современных, и подумает, как-то какие-то странно одеты люди. Вот сидит странно одетый человек, говорит, как они говорят, ездит в пушанках, какие-то странные вещи. И они говорят, о чем он говорит? Жизнь-то она в чем заключается? А я считаю, что они странно одеты? Институт, жизнь, там, любовь, там, не знаю, интернет, что-то еще. Да, это все не главное. Вы тут при чем, они спрашивают вас? А чтобы напомнить им, в том числе, что это все не жизнь, это не главное в жизни. Вот слушайте, когда спрашивают людей в хосписе, умирающих людей, даже неверующих, что бы они хотели сделать и чего они в жизни не сделали, люди говорят о чем угодно, кроме денег и положения в обществе. Они говорят, что мало молились, мало общались с людьми, мало уделяли времени ближним, мало сделали добрых дел. Вот никто не сказал практически из этих людей, я не заработал столько-то или столько-то, я не стал профессором или директором или кем-то еще. Вот люди понимают, что это не главное. Массовая культура и, отчасти, наши с вами любимые СМИ, так сказать, хочу в очередной раз вспомнить о том, что есть священники, которые из телекрана говорят, не смотрите телевизор, вот я не буду ему подавляться, но, тем не менее, многие СМИ и многие элементы массовой культуры приучили людей жить, ради того, ради чего жить глупо. И вот об этом нужно сказать, в том числе молодежи, которые, с моей точки зрения, одеты странно, если там у нее оголенный пупок или треники в публичном месте какие-то, человек носит. Вот поэтому давайте спорить, давайте разговаривать. Отец Силов, это вам бывает страшно? Знаете, нет. Когда-нибудь в жизни было страшно? Как это не странно? Вот вы, знаете, так ночью просыпаешься... Нет, нет, секундочку, мой вопрос о другом страхе. В советское время... Ночью просыпаетесь и думаете, господи, я умру. Что со мной? Бывало такое? Нет. Вот в советское время, когда верующие люди были очень уязвимы, действительно было страшно, потому что были моменты, когда советская система пыталась меня в этом расследить. Отец Силов, я говорю не о внешнем социальном. Отец Силов, секундочку, я хочу, чтобы вы поняли. Я говорю о внутреннем страхе. А памяти смертной, а страхи смертной есть у вас? У меня внутреннего страха нет. Как-то Господь управит, наверное, он будет... Вы боитесь умирить? Нет. Я не боюсь уже, наверное, в этой жизни ничего и никого. Но это уже другая жизнь. Смерть это уже другая жизнь. Бога боюсь, почитая его и не чувствуя себя перед ним безгласным рабом, чувствуя, что когда я взываю к нему, он не желает меня уничтожить, но он желает, чтобы я шел всегда максимально прямым путем. Вот в этом плане страх Божий, конечно, есть у меня, как и у каждого человека, но это не страх перед наказанием, это страх оказаться недостойным Божьего взгляда на себя. А вот в окружающей жизни, по-моему, я же ничего не боюсь. Он же такой урод моральный, не знаю. Вы знаете, что вы умрете? Да, конечно, конечно. Как это живет внутри вас? Нормально, я назовусь пристать перед Богом, ну и подготовиться в этой жизни к тому, чтобы пристать перед ним, как можно более лучшим. Уж что получится, я не знаю, но, по крайней мере, к этому стоит стремиться, как мне кажется. Вот сейчас зрители, я уверен, смотрят нас, это очень важный момент, как мне кажется, потому что мне вообще кажется, что вот это внутреннее содержание человека, то, что человеком происходит, это то, что человек по-настоящему несет через свою жизнь. Все внешне, и нас научила история 20 века, и архипелаг ГУЛАГ, все, оболочка спадает, золото, там, не знаю, состояние, общественное положение, человек остается наг. В конце концов, вот люди смотрят, и вот они не понимают, секундочку, я хочу, чтобы вы объяснили, это важный момент, что значит предстать перед Богом? Они думают, вот, понимаете ли, вот чувак говорит непонятно, что значит предстать перед Богом? Ну, слушайте, человек понимает все, человек... Ну, как понимают, вот другие люди, даже читавшие Евангелие там... Даже если ему говорят серьезные и прямые вещи, пусть языком самой сухой академической лекции, прислушиваются, понимают, потому что на самом деле ведь не только важно то, что мы с вами сегодня здесь говорим, важно и то, что человек в своей собственной совести слышит, а он всегда слышит, совесть и жажду Бога, жажду вечной жизни, их нельзя полностью истребить, ни наркотиками, ни водкой, ни деньгами, ни шопингом, ни какой угодно еще ерундой. Да понимает человек, что он убьет, понимает, что он представит перед Богом. Он может пытаться отложить это понимание, загнать его куда-то в тайники, в темные углы души, но все равно он это понимает. И, конечно, иногда боится. Вот откуда на самом деле в некоторых честных людях, я не имею в виду ботов, в честных людях, или полуботов, или квазиботов, откуда в честных людях иногда такое нежелание, вот иррационально слышать о Боге, о Евангелии, о нравственности, о Кресте, о смерти, нежелание видеть умирающего человека, больного человека. Да потому что человек вдруг понимает, а мне же нужно меняться, мне нужно что-то в жизни изменить. Вот не дядя Вася, и не общественная информация, и не партия там «Единая Россия», или «Яблоко», или «КПРФ». Мне в себе нужно что-то изменить. Это страшно очень. Ты не хочешь, ты говоришь, отстаньте от меня, исчезните с моих взгляд, глаз, это все, пусть это все будет потом, когда я выйду на пенсию, может, заболею или заработаю сначала кучу денег, идя по головам или по трубам, а вот потом я буду думать о душе и о Боге. Не бывает, потом не получится. Отец Селоват, вот давайте остановимся на этом важнейшем моменте, на самом деле. Итак, Бог есть. А я думал, мы с вами будем говорить о законе об образовании. А ушли в чистую поповщину. А ушли в поповщину. Мы ушли в то, что на самом деле является, на мой взгляд, самым значительным во всем этом. Потому что обо всем остальном, вот вы говорите так, мы же с этого начали. Но у меня такое ощущение, что вы говорите, вы знаете, я точно знаю, что вы знаете, о чем говорить. А я сейчас специально перевожу разговор на то, чтобы раскрыть вас как человека, которого я лично знаю. Я знаю вас как глубокого и трагического во многом человека. Мы говорим о серьезных вещах, и слава Богу. Потому что, знаете, священник все время появляется на экране и все время поучает. А может быть, рейсик какой-то программы будет на любой, потому что мы говорим об отвлеченных вещах. А я думаю, рейсик какой-то большой. Но я очень рад, что мы говорим не о законе об образовании, а мы говорим действительно о самом главном. Ну, действительно о самом главном. Давайте, если вы хотите о социальных вещах, давайте... Отец Север, нет, 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 есть важный вопрос. Есть важный вопрос. Есть ситуация, при которой православный христианин не просто может, а обязан не подчиниться государству. Конечно, естественно. Что это за ситуация? Это сказано даже в основах социальной концепции нашей церкви. Это ситуация принуждения со стороны государства к явному греху или к отступлению от веры. Вот у нас сейчас имела место дискуссия относительно документов будущего хирейского собора, проектов пока этих документов. Она шла в интернете, потом нашла на плену Межсоборного Христовства. Очень живая была дискуссия. Люди спорили часами. Я стоял на трибуне, пытался как-то при этом эти документы править. Некоторые из них, там, мои коллеги стояли, пытались править другие документы. А люди постоянно вносили и вносили и вносили свои предложения. Темы вы знаете, какие были? Основные темы, связанные с будущим архиерейским собором, который оценит жизнь церкви за два года и предложит какие-то планы на следующие два года. Это экология, то есть такой вызывающий кризис. Это электронная идентификация граждан, то есть опасность того, что государство, государство, да, это гораздо более... Как мы привыкли. Ну, карикатуризируя эту тему, некоторые, так сказать, ее сводят в теме ЕНМ, а на самом деле это тема тотального контроля национальной власти или над национальной власти, над жизнью человека. А третья тема – это ювенальная юстиция, то есть опасность отъема детей по тем или иным причинам, связанным с тем, что семья бедная, там, какие-то идеологические, может быть, убеждения, или религиозные убеждения у нее неправильные. То есть все три основные темы, из-за которых столько дискуссий и которые будут ценами Архиерийского собора, это темы об отношении человека и государства. А те темы? И верующие люди, между прочим, очень ясно интуичат опасность того, что может быть ситуация, в которой государство получит слишком сильный контроль над такими прежде приватными и неподконтрольными сферами жизни, как убеждение человека, его семейная жизнь, воспитание детей, вопрос о том, с кем он общается, что очень скоро можно будет вычислить через какие-то чипы и карты, уже можно вычислить через мобильные телефоны, то, что мы именно здесь, и это именно мы, можно уже, так сказать, легко вычислить. Опасность экологического кризиса, которая связана с тем, что человек может оказаться лишен пресной воды, воздуха чистого, вот это все людей очень волнует. И действительно, люди опасаются, что может возникнуть такая ситуация, отчасти описанная, собственно, в книге Апокалипсиса, когда свободы у человека почти не останется из-за того, что он будет совершенно подконтролен и что его весь образ жизни будет подталкивать к тому, чтобы он совершал явные грехи или отрекался, отказывался от веры, или, по крайней мере, от того образа жизни, образа действия, который этой верой предписан. Тетя Силовна, вопрос лично к вам. Что для вас может быть точкой, когда вы скажете, нет, я не готов подчиняться этим законам или действиям государства, я лучше выберу смерть, лагерь, тюрьму, но только не это. Есть для вас такой порог? Отречение от веры или царский грех. Вот это то, что я сказал. Если меня, например, будут принуждать убить невинного человека или, не знаю... В идеологической сфере есть такой порог? Поддержать какую-то абсолютно антихристианскую идеологему, мешающую людям жить, будучи христианами, или просто отречение от веры, как я уже сказал, это, конечно, такой порог. И я надеюсь, что и для меня лично, и для всех верующих людей, всех христиан этот порог не будут пытаться размыть. Хотя его, конечно, будут пытаться размыть, пытаясь потихонечку продать или подсунуть в себя зло, зло, с которым вроде бы пока можно мириться, потом усиливая количество этого зла, а потом доводя его незаметно до степени, в которой ты эту черту уже перешел, а потом тебе сказали хлоп, а она уже тобой пройдена. Как вы оцениваете влияние церкви в современной России? Ведь на самом деле, де-факто, церковь является самой большой общественной организацией страны. Вот мне абсолютно все равно, какова степень влияния. Кто боится влияния церкви? Опросы, рейтинги там и так далее. Кто боится влияния церкви? Самое главное, это говорить и продолжать говорить о евангельском послании. Будет это жить один процент, будет это влиять на жизнь одного процента, слава богу. Будет влиять на жизнь 70 или 80, тоже слава богу. Мы не гонимся за рейтингами. Главное не популярность, не упоминание там в Яндексе или где-то. Главное, это возможность, пока еще это возможность, сказать то, что ты считаешь нужным. Кто и почему боится влияния церкви? Да многие боятся собственной совести и не хотят, как я уже говорил, чтобы в публичном пространстве говорили о том, что этим людям что-то придется изменить, потому что они неправы. Ну, а боятся, не знаю. Есть какие-то люди, которые обосновывают вот эту боязнь разными идеологемами, разными умопостроениями, но в большинстве случаев, если не говорить об идейных атеистах, их очень мало, если не говорить об идейных антихристианах, их тоже мало. Это вот такое стихийное, квази-вербальное, извините за употребление приставки, квази-движение души. Не хочу, чтобы мне говорили о Евангелии и о том, в чем оно меня обличает. Есть одна потрясающая история, я ее уже, наверное, много раз рассказывал, но ладно, еще раз расскажу. Один епископ, один предприниматель вместе летели в самолете, оба известные люди, разговаривали о преподавании религии в школе, и этот предприниматель издал такой квази-вербальный крик души. Если введут религию в школах, жить-то как? Ну, что это означает жить-то как? Это означает, что он в ужасе от мысли о том, что придет из школы ребенок и скажет, папа, ты живешь неправильно, вот это, и это, и это ты делаешь абсолютно не так, как надо делать. Он страшно этого боится, он этого боится больше, чем всех репрессий и всех конкурентов по бизнесу. Вот отсюда эта штука и растет, понимаете, вся эта критика. Ее можно чем угодно обосновывать, представлять ее сколь угодно интеллектуально, фундированный, но в большинстве случаев это именно вот это вот, не хочу. Именно поэтому очень многие антицерковные вскрики, это не аргументы, это не идейный спор, который я очень люблю и, к сожалению, очень мало его, что называется, имею в современной жизни. В советское время было интереснее спорить, мне дошкольнику с атеистными профессорами, очень интересно было спорить. Сейчас мы слышим другое. Уберите она отсюда, не хочу этого всего видеть. А вот тут уже, извини, друг, который это пишет, я понимаю, почему ты так кричишь, я понимаю твою иррациональную, квазивербальную вот эту реку истошных криков. Ну вот, как-то так. Река истошных криков, вот эти вот противники церкви. Ну вот, возникает такой вопрос. Церковь последовательно и поступательно укрепляет свои позиции в обществе. Это говорят противники, критики. Секундочку, я сейчас договорю. Говорят, церковь как бы сначала залезает в бизнес, потом церковь залезает в армию. Это залезает, это не моя лексика, я пытаюсь их интерпретировать, их позицию. Вы возвращались. Церковь залезает в школы. Вот они говорят, ну как, вы хотите закон Божий, это, честно говоря, я всегда хотел закон Божий в школе. Вы, значит, церковь добилась введения основ православной культуры, как я понимаю. Фактически это закон Божий, на самом деле, в какой-то степени. Ну, это очень аккуратно. Очень аккуратно, да. Там нет православления для учения. Говорят, вы возвращаетесь в дореволюционную Россию, в которой, на самом деле, отчуждение от такого формального преподавания священного писания и нормы жизни церкви привело к революции. А это советский миф. Вы знаете, вот разговоры о том, что почему-то народ не любил закон Божий, там у вас выходила из церкви, нет. Говорят, у Ленина была пятерка по закону Божьему? Да. А он вот все церкви разрушил. Но, видите, в чем дело, Ленина это не показатель. Человек с таким психотипом мог родиться в среде любого народа. Другое дело, что вообще нормально народ бы не дал такому человеку взять власть и сопротивлялся бы его попыткам взять власть. Нормально? А вы считаете, что наш народ нормальный? У нас, к сожалению, народ слишком добрый. И его церковь воспитала как очень добрый и терпеливый. Это революционные ужасы, это были эпохой добра и справедливости. Идеалистически смотрящие на жизнь. И поэтому он не дал, к сожалению, отпор этим красным, которых было очень немного. Не знаю, ведь их было, наверное, несколько десятков тысяч по всей стране. Да, и тем не менее, они... До 4 миллионов Красной Армии была к концу гражданской войны. Да, но если говорить о большевиках, если говорить о тех, кто взял власть в октябре 17-го года, это было несколько десятков тысяч активной агрессивной силы, которая стреляла к первой без разбора, не особо думая. И этим, собственно, прогнула этот довольно добродушный, идеалистически смотрящий на жизнь народ. Я надеюсь, что весь 20-й век научил людей, наш народ, все-таки лучше разбираться, кто пытается взять в власть и кто пытается предложить ему какую-то новую идеологию. Но вот в 17-м году получилось так. Но было сопротивление, в том числе была масса сопротивления, изъятие церковных ценностей, были так называемые христианские восстания. Было белое движение, к сожалению, со слабыми лидерами, спорившими слишком много друг с другом. Но вовсе не весь народ пошел громить храмы, жечь иконы и так далее. Это была... Многие жизни отдали, защищая церковные ценности. Да, да, и об этом, к сожалению, мы сегодня мало знаем. Но вот видите, советская интерпретация истории, культуры, мировой истории, она все-таки сидит у нас в головах, она была вдоблена нам в школах, мы же все-таки еще в советских школах учились. Вот почему очень важно сегодня, опять же же, средствами школы, средствами СМИ, средствами культуры, в том числе, пусть даже, массовой культуры, чуть-чуть помогать людям смотреть на историю с другой стороны, не только со стороны советской школы или постсоветского, такого легкого отношения к истории, когда больше ВВ-экипедия, человек, в принципе, никогда ничего и не читал, а не прочтет. У нас остается буквально 10 минут до конца эфира, и вот Твиттер. Очень много вопросов к вам. Давайте такой блиц у нас принят, такой блиц, краткие вопросы. Как всегда, я не зачитываю вопросы, оскорбляющие нашего гостя, есть, естественно. Но критические, жесткие какие-то вопросы. Буду зачитывать. Вы можете, естественно, отвергнуть любой вопрос, но зная вас, я знаю, что вы никогда не боитесь прямого разговора. Мой вопрос сначала, первый вопрос будет от меня. Вот с Кавказа, из Ставропольского края, очень интересовались, спрашивали мусульмане, вот эта вот история с хиджабом. Они так поняли, что православные в этой истории оказались на стороне верующих мусульман, вот этих девочек, которые хотели носить хиджабы. Это так? Это правильное понимание? Очень трудно, конечно, ответить на этот вопрос в режиме в лице. Вот я совершенно убежден, что люди имеют право жить по своей вере, в том числе одеваться так, как велит им вера. Я понимаю эмоции русских, живущих на Ставрополье, которые озабочены тем, что их выдавливают из деревень, их выдавливают из школ, там появляются люди другой национальности, которые начинают жестко доминировать, в том числе в определении образа жизни. И поэтому тут своя термяжная правда под реакцией русских людей есть. Но я убежден... Это была реакция русских, реакция государственных чиновников. Это была в значительной степени, конечно, реакция русских, на которых ориентировались тоже в своих действиях государственные чиновники. Но я считаю, что тем не менее, несмотря на эту справедливую реакцию русских, люди, в том числе православные, вы знаете, что православные женщины многие носят платок, и мусульмане, и мусульманки, и иудеи, которые в некоторых иудейских группах обязаны на сиськи-пупицы, какие-то еще элементы одежды. Вот эти люди должны иметь право на свой религиозно обусловленный образ жизни. И самые умные страны такое право признают. Пожалуйста, Великобритания. Там есть полицейская форма. Есть корпоративная форма. Но даже полицейская и корпоративная форма предполагают, например, для сикхов особенности. Они носят тюрбан, они носят длинные волосы, и все это им позволяется. Вот я считаю, что школьную форму действительно в России можно вводить и нужно вводить, но в некоторых случаях она может иметь какие-то модификации. Но религиозный атрибут не элемент. Почему благочестивая православная девушка или мусульманская девушка не поможет в рамках школьной формы иметь право носить легкую косынку. Ведь хиджаб это не обязательно не кап, это не обязательно нечто закрывающее все, кроме глаз. Это может быть легкий платок. Как вы ранены, например, многие носят. Ну, поехали теперь в режиме близ, отец Селл. Катя Чебичьян спрашивает. Спросите у отца Селл, не кажется ли ему, что уж слишком близилась церковь с политикой? Уже, по-моему, сказал все. По этому поводу мы не участвуем в политической борьбе, не участвуем в политическом процессе, а говорить о том, что волнует людей, в том числе в общественной сфере, конечно, мы будем и должны. Это наш долг как крестьян. Наш постоянный зритель, Селена, 70007. Мой сын заканчивает скоро семинарию. Мечтаю, чтобы он пошел в духовную академию. Сын в сомнении. Должна ли я настаивать или сам решать? Ну, пусть, наверное, сам решает. Все-таки это взрослый человек, а родители в этом случае должны понимать пределы своей родительской власти. Конечно, человек может посоветоваться и с преподавателями, и с духовником, но все-таки решать, но он будет сам. Миша Грек. Спросите, пожалуйста, у Атсовсева, какие книги он читает на досуге? Никаких. Я читаю новости и материалы СМИ. Взял в отпуск учебник. Дядя Севрат, вы лукаюте. Вы один из самых образованных и начитанных людей, кого я встречал в своей жизни. Я не читаю... Во сне Ломангл Божий нашептал, что ли? Я с собой взял в отпуск две книги. Ни одну так и не открыл, потому что сидел в интернете. Это все очень просто. Елена Сахнова. Как правильно реагировать на активную антихристианскую пропаганду в сети? Твердо, но спокойно. Без агрессии, без того, чтобы дать себя втянуть во все эти угрозы взаимные, все эти крики, но при этом говорить о правде Божией, не подстраиваясь под тех, кому она не нравится. Роман Бахатир. Я католик, поляк. В России много католиков, немцы, поляки и так далее. Будет ли сближение братских церквей? Пока ведь мы и речейки для вас. Дело в том, что мы действительно сближаемся в нормальном режиме. К сожалению, из этого режима выпали 90-е годы, когда здесь началось массовое католическое миссионерство, не всегда осуществлявшиеся, скажем так, по-братски. Была попытка, по-моему, все-таки быстро так изменить здесь религиозную карту. Эта попытка не оправдала себя. И сейчас отношения становятся нормальными. Так или иначе, вероучения у нас разные, но это не мешает нам, фиксируя эту разницу в вероучении, взаимодействовать друг с другом в таких областях, как поддержка общественной нравственности, как отстаивание роли религии в жизни общества. В эту субботу пойдем поздравлять католическую и московскую общину с престольным праздником Кафедрального собора. Общаемся-то на самом деле очень много. Нет. Молиться даже рядом нельзя? Вот, допустим, отчинаш. Они читают, там Паттер Ностра, а мы православный можем, отчинаш. Я не молюсь вместе с католиками, но я знаю православных, которые молятся вместе с ними. Кому-то это не нравится. Вы сейчас принимали участие в экуменических соборах, хотите? Что-то там просто риторические, потому что я знаю, что вы принимали участие. Я не знаю, что такое экуменический собор. Хорошо. В экуменических конференциях. Я принимал участие в конференциях в Семьерной Церкви. Заседание в Семьерной Церкви. В Семьерной Церкви конференции Европейской Церкви около 15 лет. Там все встают, молятся же. Но я один... Вот я не молился с ними никогда. И более того, в последние годы во время экуменических богослужений я просто удалялся из зала и не входил к нему. Вы знаете, почему? Не удалось вас уесть. Тут проблема. Очень часто сам образ молитвы, которые предлагаются на этих мероприятиях, он очень странный для православного христианина. Это не столько молитва, сколько социальная манифестация. Люди в молитве и в песнях и иногда в танцах, иногда в каких-то перформансах пытаются самовыразиться в социальном отношении. Заявить там о правах того или иного народа, особенно малого и угнетаемого в какой-то части света, о правах женщин, о правах гомосексуалистов уже. И дело тут не только в гомосексуалистах, а дело в том, что молитвы это не митинги, не демонстрации. А там это превращается все больше и больше в митинг, в демонстрацию вот в попытку самовыразиться. Те все вот еще вопросы блиц. Да вот обязательно. Вы отвечали, ну давайте еще раз, имеет ли право патриарх носить часы за 30 тысяч евро? Спрашивает 95 Аслан 05. Думаю, что я бы вот ответил сласла вами верующей женщине, которая однажды позвонила мне в эфир на радио и сказала, у меня нет денег, чтобы подарить патриарху дорогие часы, но если бы был, я бы обязательно ему их подарил и пусть он их носит, я хочу, чтобы наш патриарх выглядел достойно. Хомутовский. А теперь все вот сейчас часто смешивают церковь Господнюю и церковь земную организацию. Где проходит граница и если она есть? Ну это знаете, это к тому Владимиру Соловьеву ответ на этот вопрос. Нет границы между небом и землей, нет границы между теми христианами, которые здесь находятся и христианами, которые находятся в Царстве Божием. Мы одна церковь со святыми, но здесь мы находимся среди грешников и сами являемся грешниками. И поэтому мы надеемся, что вот эта небесная часть единой церкви помогает нам идти к Богу и становиться лучше. Как скоро, Алексей, как скоро пройдет объединение украинской и русской православной церкви? В Украине народ уходит в американские секты. По-моему, церковь наша единая. Ну по-моему, рост американских сект там остановился за некоторыми временными исключениями, но наша церковь единая. Есть, конечно, люди, которые откололись от канонической церкви. Мы с любовью надеемся, что они в нее вернутся, досоединятся с ней. Может быть, это время не за горами, но я очень рад тому, что все-таки с основной частью украинских православных верующих мы одна церковь. Зенеденец 3. Неужели так сложно назвать богобоязненному человеку премьера из списка Форбс? Что-то тут нечисто, жаль. Премьера из списка Форбс? Он так написан. Вице-премьера, которые не присутствуют в списке Форбс, но по крайней мере вот двух людей я знаю, которые один был вице-премьером, а другой сейчас остается. Это действительно верующие люди. Я не буду, конечно, сейчас заниматься политической рекламой. Не так уж много у нас, поэтому, собственно говоря, можно угадать. Ну, вот я не буду заниматься политической рекламой сейчас. Как, отец Сил, про Таликс? Кстати, можно и не угадать, будете удивляться. Очень многие люди, которые никак не обозначают себя в публичном пространстве в качестве верующих людей, являются очень глубоко верующими людьми. Про Таликс. Отец Сил, вот как вы относитесь к евразийскому движению? Читали ли вы катехизм на сайте ЕСМ? Ну, очевидно, имеется в виду Евразийский союз молодежи. Эксподин Гугин, который является лидером этого движения, мне нравятся многие его мысли. Бесспорно, один из самых умных людей в стране, но со многим из того, что он говорит, я не согласен. Мы ведем, кстати, диалог с самыми разными политическими силами, не разделяя их на по вероучительному признаку или по признаку идеологии, но при этом вот такая форма диалога, не предполагающая обязательно полного вероучительного совпадения и позволяет нам говорить, чем-то мы согласны, а с чем-то мы не согласны. Тут у меня как раз и кончилось батарейка. А, нет, не кончилось, не кончилось. Ура, 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 отец Сеолат. Значит так, вам желают мира и согласия в России с Божьей помощью. Взаимно. Мира, радости и помощи Божьей. Почему, Виллис, почему ортодоксальная, христианская, ортодоксальная церковь однажды стала называть себя русско-православной церковью? А потому что православие это точная, калька, точный перевод греческого слова ортодоксия. Ну вот и все, вот и все. Так, тут, значит, так, 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 все, отец Сеолат, это там. Последний вопрос, наверное, это последний вопрос нашей программы. Добрый вечер, почему слабеет христианская вера? А слабеет ли она вообще, отец Сеолат, отец Сеолат? Ну, знаете, в чем дело? Конечно, христианство может выжимать и в условиях очень больших церковных и общественных конструкций, и в условиях малого стада. Не бойся, малое стадо, говорится в Священном Писании. Дело, конечно, не в количестве, но я согласен с тем, что христиане должны быть сегодня более активными, даже если квази-боты нам пытаются дать по рукам или по голове, нам нужно стараться быть действительно активными христианами не только в храме, а во всех сферах жизни. И не бояться этого, не пытаться считать, что православие, христианство в целом это что-то для воскресного утра, что-то для посиделок в узком кругу, а вся остальная жизнь не про это. Вот это неправильно. Вера и жизнь должны быть одним целым для всякого нормального христианина. Пока не все у нас это понимают и не все так живут. Я хочу, чтобы действительно людей, которые и так жили бы, было бы больше. Аминь. Отец Север, спасибо вам большое. У нас в гостях сегодня был протеерей Ксев Чаплин, руководитель отдела Русской Посланной Церкви по связям со всеми. Со всеми. Со всеми. Вот так. Короче, вы сами все слышали. Надеюсь, что, отец Север, вы еще не раз к нам придете, может быть, от более общего разговора будем приходить каким-то конкретным сюжетом, потому что всегда, на самом деле, очень важно внятное, толковое разъяснение, уж если церковь, как вы сами сказали, не может не вмешиваться в политику, политической жизни. Я не знаю, почему я сегодня разъяснил, по-моему, какое-то довольно туманное было рассуждение. Вы все хотите пропагандировать, отец Север. Все хотите, как-то вот, вам кажется, что если вы вот тут победили бота, а тут псевдо-бота, то все хорошо. Дайте я соберусь с мыслями, я наконец скажу что-то ясное и определенное. Поверьте, сегодня вы рассказали очень важные, очень серьезные вещи. Всем помощи Божией во всем хорошем. Аминь. Спасибо, отец Север. Спасибо. Смотрите, Russia.ru будет также интересно, а может еще интересно. Субтитры сделал DimaTorzok